У вас есть с собой ваша Библия? Послушайте, больше не оставляйте ее дома. Пусть никто никогда не застанет вас без Библии. Пусть лучше меня застанут без брюк, чем без моей Библии. Я могу взять свою Библию и получить себе брюки. Аллилуйя, я серьезно. Пусть никто никогда не застанет вас без Слова Божьего. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Господь, мы пришли сюда сегодня, чтобы поклониться Тебе и прославить Тебя, чтобы услышать Твое Слово и быть исцеленными. Мы пришли сегодня сюда, чтобы просто увидеть, что Иисус хочет делать. И мы воздаем Тебе всю хвалу и честь за это. Во имя Иисуса. И когда мы прославляем Тебя и высвобождаем сегодня это Слово, я молюсь, Господь, о помазании, чтобы высвобождать его точно и аккуратно духом живого Бога. И я молюсь о том, чтобы эти люди так же точно и аккуратно его услышали. И чтобы каждый человек на этом месте получил сегодня прикосновение силы живого Бога. И мы воздаем Тебе хвалу за это. Мы просим Тебя, чтобы откровение с небес переполнило наш дух и наш разум наполнило нас светом с небес. Во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Откройте свои Библии на 5 главе 1 послания Иоанна. У Бога есть план. И люди говорят о плане Божьем. Один человек как-то у меня спросил, Копланд, почему вы не проповедуете всю волю Божью? Во-первых, я не знаю всю волю Божью. А во-вторых, я не выбираю, о чем мне проповедовать. Я проповедую то, что мне сказано. Он сказал Ионе, Иди проповедовать всего 6 слов. Из записанного мы видим, что от него требовалось проповедовать только это. Если бы Бог сказал мне идти проповедовать всего 6 слов, я бы проповедовал эти 6 слов всю свою оставшуюся жизнь. Аминь. Потому что Он руководитель, и Он начальник. Но когда мы говорим о плане Божьем, большинство людей думает о Божьем плане вечности. И это замечательно. Люди говорят о Божьем плане спасения. И это больше, чем замечательно. Это не описать словами. И мы говорим о Божьем плане для того, о Божьем плане для этого. Но у Бога есть план для вашей и моей победы во Христе Иисусе. Билли Грэм однажды сказал, если рожденный свыше ребенок Божий не живет в победе, он духовный шизофреник и урод в глазах Божьих. Мы сотворены для победы. Вот кто мы. Первая Иоанна. Пятая глава. «Всякий». О, я рад, что этот стих начинается с этого слова. Это включает вас? Ну, брат Коплан, знаете, возможно, все эти вещи, о которых вы говорите, не предназначены для всех нас. Вы можете указать здесь сегодня на кого-то, кто не является всяким? Все находящиеся здесь подпадают под понятие «всякий». Аминь. «Всякий». О, это я. «Всякий» — это значит «хороший, плохой, отвратительный». «Всякий». «Всякий». Библия говорит, что Иисус умер за безбожных. О, слава, я подхожу. Я подхожу. Он умер за меня. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос». И слово «Христос», и я хочу отметить это здесь с самого начала, поскольку мы будем ссылаться на это, где бы мы это ни видели, и когда бы мы это ни видели. Я хочу, чтобы вы понимали, откуда я это беру. Фактически, сегодня мы уделим этому достаточное количество времени. Греческое слово «Христос» означает «помазанный». И когда вы ставите слово «Христос» как греческий перевод и еврейского слова «мессия», тогда вы говорите о «помазанном». еврейское слово «мессия» означает «помазанный». И поскольку на еврите грядет «мессия», то слово «мессия» на еврите в Писании говорит о «помазанном». У нас есть еврейское слово «помазанный». Его буквальное значение... Понимаете, если остановиться и задуматься об этом, то слово «помазание» в действительности не является каким-то святым словом. Оно несет с собой святое значение практически каждый раз, когда вы его используете, особенно для нас с вами. Когда кто-то говорит «помазание», то мы думаем о нем только с позиции Слова Божьего. Поэтому для нас это святое слово. Но в своей общепринятой форме оно в действительности не является святым словом. Оно просто означает «переливать» или «изливать» или «намазывать». Вот по сути значение слова «помазать». Поэтому кто-то может быть помазан лосьоном для загара. И это абсолютно не будет чем-то святым. Один раз я помазал женщину елеем. Мы проводили собрание в Лобоке, штат Техас. Это место, где я родился. Я, наконец, смог вернуться туда и провести там собрание, и никто не пришел. В любом случае, мы проводили дневное служение под этим жарким северо-западным техасским солнцем. Я был настолько помазан, на мне пребывала такая сила Божья. Я не знал, что температура воздуха поднялась до 41 градуса. И находясь там, на грунтовой парковке, я возлагал на людей руки, и ко мне вперед вышла женщина. У нее была вот такая огромная опухоль, что можно было подумать, что она была беременной. Когда она вышла вперед, я так и подумал, а затем я узнал, что она пришла, чтобы помолили за эту опухоль. Она была огромной. И во имя Иисуса я потянулся назад и взял флакон с елеем. До этого момента я никого не помазывал. Я взял этот флакон с елеем, и вы должны меня простить, но когда я помазываю, я не беру капельку елея. Что касается меня, когда дело доходит до елея помазания, то я не ограничиваюсь маленьким прикосновением. Я повернулся, взял тот флакон с елеем, и она. Этот флакон с елеем нагрелся до 40 градусов, стоя на солнце. А я не знал, я подумал, что на нее сошла сила Божья. И знаете что, она сошла. Ее живот сдулся, как если бы кто-то проткнул воздушный шар иголкой. Она забыла про горящую голову, посмотрела вниз, и ей пришлось подобрать вот так вот платье. Слава Богу, она сказала, ее нет. Аллилуйя. Аминь. Теперь она была помазана. Я просто хотел, чтобы вы поняли связь между этими двумя словами, потому что греческое слово «Христос» буквально именно это и означает. И наша проблема в том, что оно никогда не было переведено. Оно было переведено с иврита на греческий, но затем оно так никогда и не было переведено на английский, русский. Так что, когда появились другие переводы Библии, в которых оно было переведено, никто не обратил на него никакого внимания, поскольку мы настолько привыкли видеть слово «Христос», что люди начали говорить о Христе, полностью игнорируя Его имя. Христос – это не Его имя. Его имя – Иисус. Христос – это не Его имя. Но для англоговорящих, русскоговорящих людей, это настолько стало Его именем, что когда они говорят «Христос», они по-прежнему не знают, что они говорят. Поэтому на протяжении четырех лет Господь вел меня идти по Библии и размышлять над этим. В тот день, когда Он мне это дал, я решил, что буду проповедовать об этом в следующие же выходные. Но прошло четыре года, прежде чем Он позволил мне проповедовать об этом. Он сказал, «Нет, есть столько всего, что должно быть удалено из твоего мышления в отношении этого. Я дам тебе знать». И время от времени Господь позволял мне походу ссылаться на это. Но спустя четыре года, в Анахайме, штат Калифорния, на конференции верующих западного побережья США, Он позволил мне взять это как тему и проповедовать о помазанном и Его помазании. Аллилуйя. Поэтому каждый раз, когда мы видим Слово Христос, возьмите, перечитайте Новый Завет, ища в Нем Слово Христос. Оно встречается 247 раз. По-вашему, они пытаются что-то нам сказать? Мы упускали всю суть. Делайте так. Каждый раз, встречая Слово Христос в каком-то месте Писания, останавливайтесь, переводите и размышляйте. Прежде всего, переводите Христос как «помазанный». И иногда это будет немного сложно, но все равно берите и переводите, поскольку вы начнете размышлять и увидите, благодаря чему это местописание работает. И что они в действительности нам говорили, когда написали там это. Понимаете, апостол Павел, когда он писал эти послания, он писал на греческом грекам. Он ничего не переводил. Он называл Иисуса тем, кем он был, помазанным. Вы не можете говорить о помазанном особым образом, указывая на тот факт, что он помазан, не указывая на тот факт, что важно то помазание, которым он помазан. Разве не так? Если бы кто-то вбежал сюда и сказал «Он помазан! Он помазан!» И затем я бы увидел, как этот человек бежит по проходу и с него что-то капает, то моим первым же вопросом было бы, чем он помазан? Что-то это не кажется мне похожим на Бога. Мне это кажется похожим на сырую нефть. Что с ним случилось? Что это? Что течет по его лицу? Что это на нем? Чем он был помазан? Это привлекает мое внимание к помазанию, если он был помазан. И каждый раз, когда кто-то называет вас христианином, и вы им являетесь, вы являетесь им не просто потому, что вы написали это на своем личном знаке, когда отправились на служение. Вы христианин. Вы сделали Иисуса Христа, Иисуса помазанного, и его помазание Господом в вашей жизни. Каждый раз, когда вы это говорите, вы доводите до сведений дьявола и всех остальных вокруг вас, что в вас есть то же самое помазание, которое есть в Иисусе, и что вы опасны. Поэтому это важно. Каждый раз, когда мы это видим, помазанный и его помазание, остановитесь и поразмышляйте над этим стихом, и посмотрите, говорит ли этот стих преимущественно лично об Иисусе, или же он обращает внимание конкретно на помазание, или же в равной мере лично на Него и Его помазание. В большинстве случаев так оно и есть. Но не всегда. Все могу. Я все могу в укрепляющем Меня Христе. Вы заметили, как здесь говорится? В укрепляющем Меня Христе. Я все могу в укрепляющем Меня помазанном и Его помазании. А сейчас поразмышляйте немного над этим, и вы сможете увидеть, что Он говорил о помазании, которым помазан Иисус, и которое пребывает сейчас в вас. Аллилуйя. Это сильная, сильная вещь. Поэтому нам нужно это делать. И на этих служениях, по мере того, как мы будем двигаться по Слову Божьему и встречать в Нем Слово Христос, мы будем по ходу разбирать его. И затем вы можете уделить время тому, чтобы позже поразмышлять над Ним. Всякий верующий, что Иисус помазан Богом, Его помазанием от Бога рожден. Я хочу, чтобы вы сделали рядом с этим местом Писания небольшую пометку. Знаете, что сделаете? Поставьте здесь сноску на Евангелие от Луки 4,18 и книгу Деяний 10,38. Сделайте эту сноску и соедините их вместе, потому что именно об этом и проповедовал Иисус, куда бы Он ни шел. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня. Он помазал меня. Он помазал меня проповедовать Евангелие нищим». Это Евангелие от Луки 4,18. Вот что Он проповедовал, куда бы Он ни шел. «Я помазан, я помазан». Деяние 10,38. «Как Бог Духом Святым и Силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя, исцеляя всех угнетаемых дьяволом». Видите? Итак, «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». Другими словами, «Всякий верующий в то, о чем проповедовал Иисус, рожден свыше». О чем Он проповедовал? «Как Бог помазал Его Духом Святым и Силой». «И всякий, любящий родившего, или всякий, любящий отца, любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу. Это есть любовь к Богу. Чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его нетяжки. Ибо всякие...» Подождите минутку. «Если бы вы были всяким в первом случае, вы должны быть этим всяким во втором случае. Аминь? Аминь. Если вы были им в первом случае, то вы являетесь им во втором случае. Не так ли? Хвала Господу. Тот, кто является здесь этим всяким, поднимите, пожалуйста, руку. Это все здесь присутствующие. Хорошо, опустите ее сейчас. Кто из вас верит, что Иисус есть Христос, помазанный Сын Живого Бога? Хорошо, подождите минуту. Поднимите свою руку, посмотрите на нее. «Эй, это моя рука. Я всякий». «О, и я этот всякий во втором случае». «Это я». «Это я, это я, это я, это я, это я». Это говорится обо мне. Именно так вы принимаете Слово Божие. «Ну, я не знаю, относится это ко мне или нет». Значит, вы не всякие. И теперь, когда вы верите в это, вы должны ходить в свете этого, и вы должны вести свою жизнь в соответствии с этим. Когда вы это делаете, Бог ведет себя соответствующим образом, и Он будет относиться к вам так же, как Он относится к Иисусу, потому что вы Его сонаследник. И когда вы занимаете свое место в качестве Его чады, и начинаете принимать Его Слово, Он занимает свое место в качестве вашего Отца. И Иисус занимает свое место в качестве вашего кровного брата. Это здорово! Это отличное положение! Кто-то захочет что-то вам сделать? Вы хотите что-то мне сделать? Вам придется иметь дело с моим старшим братом, говорю вам. Говорю вам. Аминь. И вам может сойти с рук, когда вы имеете дело со мной, но вам не сойдет с рук, когда вы имеете дело с ним. О, нет. Аминь. Хорошо, заметьте. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Слава Богу! Каждый из вас поднимал минуту назад руку. Поднимите ее снова. Вы всякий, кто верит, что Иисус является Сыном Живого Бога? Что? Рожденный от Бога? Да, это я. Я поднял свою руку, как этот всякий. И сия есть победа. Подождите минуту. Победившая мир. Итак, если я поднял свою руку, когда речь шла о всяком верующем, я должен продолжать держать ее, и когда речь идет о побеждающем мир, потому что это тот же самый человек здесь, значит, это тот же самый человек и здесь. Скажите это. Я всякий. И я верю в это. Поэтому я побеждаю мир. Поэтому все, что мы должны делать, это начать побеждать. Вы никогда не должны молиться. О, Боже, сделай меня победителем. О, Боже, пожалуйста, сделай меня победителем. Пожалуйста. Нет, вы уже победитель. Начните побеждать. Аминь. Аминь. Вы понимаете? Все, что вы должны сделать, это изменить одну маленькую фразу в песне. Вместо «мы победим». Вместо «мы победим». Просто немного ее измените. Перенесите ее на сторону веры. «Я победил». «Я победил». «Я победил». «Я победитель». Побеждать не так уж трудно. Вы просто... «Оу, мне это нравится». «Слава Богу». Аминь. «Слава Иисусу». И на тот случай, если мы этого не поняли, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Мы побеждаем мир. Мы его победители. И позвольте мне снова обратить на это ваше внимание. Потому что, фактически, откройте четвертую главу Евангелия от Луки, и давайте обратимся к этому. И позвольте мне сейчас обратить на это ваше внимание, пока вы листаете страницы. У Бога есть план для нашей победы, которая побеждает мир. Бог не планировал, чтобы вы были побежденными. Бог снова говорил мне об этом. Я чуть больше остановлюсь на этом. Бог планировал, что это будет тем местом, где будет нация, подобно семье Божьей. Бог планировал, что люди будут приезжать сюда и будут в свободе прославлять и поклоняться Богу. Он не планировал, чтобы они приезжали сюда в трюме корабля работорговцев. Вы это понимаете? Это не было Божьим планом. Это спланировал дьявол. Его планы обернулись против него самого. Но это не Божий план. Он не так планировал это делать. Бог не планировал, чтобы белые люди приехали сюда, в Америку, и воровали что-то у краснокожих людей. Это не Божий план. Это был план дьявола. Дьявол спланировал это, пытаясь уничтожить это место. Несмотря на все то, что дьяволу удалось сделать, несмотря на весь тот ад, который ему удалось устроить нам и Богу на протяжении последних 400 лет на этом континенте, Боже мой, мы все еще здесь. Посмотрите на нас. Посмотрите на нас. Посмотрите. Весь этот зал, посмотрите на нас. Тех, кто держится верою. Мы все еще здесь. Мы все еще здесь. Да. Мы все еще здесь. Мы все еще здесь. Мы все еще побеждаем. Все, что дьявол смог нам сделать, Мы все еще побеждаем благодатью и силой живого Бога И я хочу вам кое-что сказать Бог увидит осуществление своей мечты Бог увидит осуществление своей мечты И никакой расизм не может это восстановить Бог увидит осуществление своей мечты Божий народ по-прежнему приезжает Они по-прежнему собираются И мы по-прежнему являемся нацией Которая поднимется и прославит Бога И весь остальной мир это услышит У Бога по-прежнему есть мечта Вам из меня этого ничем не выбить Я верю, что именно это видел Мартин Лютер Кинг Когда он сказал, что ему приснился сон И он видел славу Видел славу Что ж, я вам кое-что скажу Слава пришла Слава пришла Бог сказал в Своем Слове, что Вся вселенная будет наполнена Его славой И когда вы говорите о славе Вы говорите о помазании Потому что Библия говорит, что именно слава Воскресила Иисуса из мертвых Вы это понимаете? Каждый раз, когда вы видите силу Божью Вы говорите о помазании Каждый раз, когда вы видите слово помазание Вы говорите о, я вам это покажу О снимающей бремя Уничтожающей ермо силе Божьей И она пришла Вдруг это слово Христос Ожило за последние два года в теле Христовом И по всему миру Оно настолько быстро распространилось Самое смешное, я изучал эту тему Я узнал, что Крефла Доллар тоже ее изучает Я узнал, что Джерри Сивел изучал ее Я узнал, что Джесси Дю Плентис изучал ее Я узнал, что мужи Божьи по всему миру изучали это И помазание вдруг поднялось перед нами Слава пришла Сейчас на Земле есть помазание Которое проявляется намного сильнее, чем когда-либо раньше С того дня, как Бог сотворил эту планету И мы с вами прямо посреди всего этого Боже мой Прямо посреди всего этого Я так рад, что я сегодня здесь Я так рад, что вы сегодня здесь Я так рад, что мы собрались вместе Аллилуйя О да, мы пришли, чтобы побеждать Да Побеждать Аллилуйя Спасибо тебе, Иисус Бог Благ Всегда Всегда Аллилуйя Отец, мы просто прославляем тебя сегодня И благодарим тебя за твое слово Мы благодарим тебя за само присутствие Духа Святого Мы благодарим тебя за то, что ты послал Иисуса Мы просто поклоняемся тебе И прославляем тебя за все чудеса и исцеления Которые произошли сегодня здесь И мы воздаем всю хвалу, всю честь и всю славу за это, Господь И мы благодарим тебя за это В драгоценное, замечательное имя Иисуса Отец, мы просим, молимся и верим, что получаем все эти вещи во имя Иисуса И благодаря этому имени Мы верим, что это осуществилось Аминь Хвала Господу Повернитесь и обнимите кого-то Улыбнитесь так широко, как только вы можете И скажите ему, что вы любите его И затем можете садиться Итак, именно здесь мы приведем нетленное семя в действие Семя, которое никогда не терпит поражение Семя, которое всегда прорастает Если вы продолжаете выпалывать сырники И продолжаете поливать его Если вы рождены свыше Вы являетесь хорошей почвой Если вы просите Бога что-то для вас сделать Однако вы не сделали свою часть Слове Божьим Вы ограничиваете его И не даете ему совершить то, что вы желаете Иисус сказал Все, чего не будете просить в молитве Верьте, что получите И будет вам Он не сказал Все, чего не будете просить в молитве Просите Просите, просите и просите Нет, он сказал не это Он сказал Верьте, что получаете это Если вы просите его сделать какие-то вещи А сами не делаете свою часть Слове Божьим Это ваша часть Это то, что вы должны делать Делать то, что говорит делать Слово Божье И Дух Святой здесь, чтобы помочь вам выполнить это Тогда вы ограничиваете его Потому что вы ставите его в такое положение, когда он не может Не хочет, а не может Слово Божье является нашей связью Друг с другом Он послал свое слово и исцелил их Сын мой, внимай Если вы пришли ко мне и сказали Кэн, знаешь, бери свою перчатку и пойдем поиграем в бейсбол Пойдем поиграем в бейсбол Я не могу, почему? Потому что я должен внимать тому, что сказал мне отец Он сказал мне здесь, дома, сделать это И он сказал мне это дважды И поэтому мне лучше это сделать Я приду играть после того, как закончено Я должен внимать тому, что мне сказано Меня нельзя здесь беспокоить Нет, мне бы очень хотелось поиграть в бейсбол Я бы с удовольствием это сделал Я бы получил от игры больше удовольствия, чем от того, что я делаю Но я должен делать это, поскольку я должен внимать Сказанному моим отцом Поэтому я должен делать это Я ставлю то, что сказал мне делать отец на первое место Знаете, мой отец не такой Каким может казаться? Но в любом случае мне с ним жить А это кое-что означает И то, что он говорит, нужно делать Вы будете жить со своим небесным отцом вечно И это хорошо жить с ним Иисус сказал, мы придем и будем вечерить с вами И западные люди вкладывают в это другое значение Они думают, что это лишь означает, что он просто зайдет и выпьет с вами чашечку кофе Нет, когда он сказал, я приду и буду вечерить с вами Это означает, что я буду всецело участвовать в ваших делах Вечерить – это слово завета, которое означает Ваши проблемы являются моими проблемами Где живете вы, там живу и я Я позабочусь о том, в чем вы нуждаетесь Я приду и буду вечерить с вами Аллилуйя Слова моим внимай и крича моим Преклони ухо твое Да не отходят они от глаз твоих Храни их внутри сердца твоего Потому что они жизнь для того, кто нашел их И здравие для всего тела его Больше всего хранимого Храни сердце твое, потому что из него источники жизни Отвергни от себя лживость уст И лукавство языка удали от себя Глаза твои пусть прямо смотрят И ресницы твои, да направлены, будут прямо пред тобой Обдумай стезю для ноги твоей И все пути твои, да будут тверды Почему? Потому что они здравие Они здоровье, они жизнь Его слово – это 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 жизнь и здоровье для всех, кто нашел их Это план победы Это быть сделанными целостными О, что я буду делать? Что я буду делать, Господь? Я знаю, что я буду Что я буду делать, Господь? О, посмотри на все, что на меня свалилось О Боже, О Боже, почему? Нет, подожди минуту, забудь, что я это говорил. Во имя Иисуса, первое послание к Коринфянам 1.30 говорит, что Иисус делался для меня мудростью. Первая глава послания Якова говорит, что если мне не достают мудрости, я могу попросить ее у тебя, и ты дашь мудрость всем людям просто и без упреков. И там, говорится, просить веры и не думать, что какой-либо человек получит что-либо от Бога без веры. Поэтому, Отец, я прошу в вере о твоей мудрости. Ты знаешь ту ситуацию, с которой я столкнулся. Я буду победителем. Твой план победы состоит в том, чтобы я был целостным. Итак, Господь, что я здесь делаю? Что я здесь сделаю? Так, я обращусь здесь к 28 главе Тверозакония. Я обращусь к ней, потому что послание к Галатам 3.13 говорит, Христос искупил нас от проклятия закона. Христос искупил нас от проклятия закона. Поэтому я искуплен от проклятия. И то, с чем я столкнулся, я знаю, что все болезни, все немощи, вся нищета и враги, которые выступают против моего дома, выступают против моей семьи, выступают против моих детей, находятся под проклятием. Это написано прямо здесь, но подождите. В 28 главе Тверозакония говорится, что все эти благословения придут на тебя, исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Хорошо, Господь, я прислушиваюсь к твоему голосу. Я делаю это. Я, как говорит Крефо Доллар, я работаю над чем-то. Я работаю над чем-то. Не беспокойте меня сейчас. Я работаю над чем-то. Я работаю над чем-то. Не отвлекайте меня чем-то другим. Я работаю над чем-то. Слава Богу, да, Господь? Я здесь работаю над чем-то. Хвала Господу. Что говорит об этом твое слово? Ну, если вы собираетесь верить, что Кеннет оплатит вашу аренду, вам лучше узнать, что Кеннет на этот счет сказал. Я никогда не говорил, что буду оплачивать вашу аренду. Поэтому, вероятно, я не буду ее оплачивать. Боже мой, прежде чем верить, что Бог это и Бог то, вам нужно узнать, что Бог об этом сказал, и затем прийти с этим к Нему и сказать Ему, что вы планируете, что Он будет делать то, что Он сказал. Вы думаете, это будет раздражать Бога и заставлять Его злиться на вас? Нет. Его раздражает то, когда вы не обращаете никакого внимания на то, что Он сказал. Он сказал это, чтобы вы могли прийти с этим к Нему. Вера приходит от слышания и слышания и слышания и слышания от Слова Божьего. Первое, что вам нужно сделать Если вы не знаете, как действовать Внутри этих принципов Первое, что вам нужно сделать Это найти записи с проповедями В которых это мучает, слава Богу И отключить свой телевизор Если только по нему не говорят о вере Отключить свое радио, если только по нему не говорят о вере Включить записи этих проповедей и слушать их И слушать, и слушать, конспектировать И конспектировать, и конспектировать Я не говорю о том, чтобы прослушать что-то раз или два Два раза в месяц Я говорю о том, чтобы делать так, как делал я Закройте из гаража и скажите своей жене Забери из гаража детей Мне нужно вложить слово Божие в мое сердце Я хочу, чтобы это опустилось внутрь меня Вы понимаете, что я имею ввиду? Я хочу, чтобы это опустилось в мое сердце Я для того, чтобы вложить это в свое сердце Я должен держать это перед глазами И вкладывать это в свои уши И вкладывать это в свои уста Чтобы это было в моих ногах И держать это у себя перед глазами И вкладывать это в свои уши И вкладывать это в свои уста И чтобы это было в моих ногах И держать это у себя перед глазами И вкладывать это в свои уши и я не буду использовать слова «смерти», чтобы выражать себя. Я не собираюсь говорить кому-то, «О, я просто старый бедный парень». Я не бедный парень. Вы звоните бедному парню, я не собираюсь отвечать. «Ну, я просто старый грешник, спасенный благодатью». Нет! Я был сделан праведностью Божьей. Совершаю ли я ошибки и согрешаю? Да, но я не совершал их намеренно. Я не проснулся одним прекрасным утром и не сказал, «Все, что я буду сегодня делать, будет ошибкой». Да, многое оказалось ошибкой, но я обратился к Слову Божьему и исправил это. Не бегите от Бога, когда вы согрешаете. Бегите к Нему, бегите к Нему. Дьявола ваш грех абсолютно не касается. О, слава Богу. Все сокровища перечислены здесь. В 28 главе Второзакония. Все благословения Авраама. Позвольте мне сказать вам это снова. Послание Галатам 3.13. «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием. Ибо написано, проклятсяк, висящий на древе, дабы благословения Авраамова через помазание Иисуса распространилось на язычников». И в 29 стихе той же самой главы говорится. «Если же вы Христовы, если же вы Христовы, если вы принадлежите помазанному, его помазанию, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Я больше не просто индей-черки. Я больше не просто ирландский шотландец. Говорю вам, нет, слава Богу, я семя Авраама, потому что я принадлежу помазанному, и его помазание пребывает во мне сейчас. Это мое наследие. Это мое наследие. Я гражданин семьи Божьей. Я дом веры. Иисус – Господь над этим домом. И я являюсь частью этого дома. Да будет слава Богу. О, я работаю над этим, слава Богу. Нет, не отвлекайте меня. Я должен вкладывать это в свое сердце. Должен держать это у себя перед глазами. Я должен вкладывать это в свои уши. Это мое. Это мое. Я это вижу. Подождите здесь минуту. 28 глава второзакония говорит, что если вы не будете слушать, все эти проклятия придут на вас. И кое-что здесь неправильно переведено в синодальном переводе Библии. Там переведено, что Господь наведет на вас эти проклятия. Это неверно. Оно было правильно переведено в 15 стихе. «Придут на тебя все проклятия си и постигнут тебя». И второзаконие 30.19 объясняет это. «Во свидетели, пред вами призывая сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое. Если вы не изберете жизнь, то тогда остается только лишь проклятие». Я не буду углубляться в причину, почему оно так. Возьмите симфонию Янга, одну из самых больших и толстых, и посмотрите там в самом начале. И там говорится, как и почему это было переведено таким образом в ранние дни. Они не знали. В то время, когда переводилась эта книга, древнееврейский язык был мертвым языком. И они думали, что раз это произошло, Бог навел это. Нет, Бог не наводил проклятие. Проклятие уже было там. Бог говорит, «Если вы будете прислушиваться ко мне и встанете под мой зонтик, тогда проклятие не придет на вас». Если вы не будете обращать на мои слова никакого внимания, вы выйдете туда, где находится проклятие, и оно придет на вас. Попадая в грязь, вы становитесь грязными. Эти проклятия придут на вас. Да, но позвольте мне сказать вам кое-что еще в Новом Завете для рожденного свыше чада Божьего. Проклятие не имеет никакой власти. Оно по-прежнему здесь, но оно потеряло свою власть в крови Иисуса. О, я работаю над этим. Я работаю над этим. Господь, я работаю над этим. Иисус, покажи мне, что делать. Покажи мне, что делать. О, я знаю, что я сделаю. 28 глава автора законе. Я обращусь к ней и посмотрю, что там говорится. О да, Господь сделает так, что мои враги, которые восстают против меня, будут поражены передо мной. Одним путем они выступят против меня, а семью путями побегут от меня. О, у меня здесь есть небольшая сноска. Да, спасибо тебе, Иисус. Я помню, что видел это. Исайя 54, 17 говорит, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет соседаться с тобой, я покажу это тем, кто подает у меня в суд. Слава Богу». Да, во имя Иисуса. Господь, я отдаю этот судебный процесс в твои руки. Я больше не буду обращать на это внимание. Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих, и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Это замечательно, это здорово. Но Господь, где это? Что я ищу? Поставит тебя, Господь, народом святым, да, и увидит все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя, и даст тебе, Господь, изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота. О, слава Богу. Откроет тебе, Господь, добрую сокровищницу. О, это здорово, это замечательно. Хвала Господу. Господь, сделай меня головой, а не хвостом. Да, мне это нравится. И будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего. Я просто продолжаю читать дальше. О, и всякая болезнь, всякая язва, не написанная в книге закона сего, придет на тебя, доколе не будешь истреблен. Это часть проклятия. Не так ли, Господь? Да, всякая болезнь. О, я вижу, что я должен здесь делать в отношении того диагноза, который мне поставили. Я вижу, что я должен делать с этим раком. Я вижу, что я должен с этим делать. Всякая немощь и болезнь находятся под проклятием закона. Послание Галатам 3.13. Там это говорится. Господь, посмотрите. Хвала Господу. Да, вот оно. Христос, помазанный Его помазание, искупил нас от проклятия закона. Всякая немощь и болезнь, даже не записанная здесь, находится под проклятием закона. Это значит, что рак тоже. Если вы почитаете другие места, рак снова перечисляется здесь в других местах. Но я охватываю все, вы понимаете? Всякая немощь и всякая болезнь. Да, находится под проклятием. Христос искупил нас от проклятия. Всякая немощь и всякая болезнь находятся под проклятием. Христос искупил нас от проклятия. Хорошо, тогда рак, ты находишься под проклятием закона. А Христос искупил Канет и Копланда от проклятия закона. Рак находится под проклятием. А Канет искуплен. Рак находится под проклятием. Канет искуплен. Рак находится под проклятием. Канет искуплен. Горя, подними трубку. У меня нет времени ни с кем разговаривать. Я работаю над чем-то. Рак находится под проклятием. Рак находится под проклятием. Они спрашивают, придешь ли ты сегодня? Нет, я сегодня никуда не иду. Они говорят, что ты потеряешь свою работу. Но это лучше, чем умереть. Скажи им, что я искал работу, когда нашел эту, и повесь трубку. Я работаю над чем-то. Кроме того, у меня здесь есть местописание, чтобы покрыть нас в финансовом плане. Поэтому повесь трубку. Это должно быть перед моими глазами, в моих ушах, в моих устах, в моем сердце, в моих устах, перед моими глазами, в моих ушах. Это должно быть во мне. Это должно быть во мне. Эта болезнь пытается убить меня. Она пытается убить меня. Нет технологий, чтобы удалить из меня этот рак. И кроме того, какая разница? Я должен вкладывать это Слово Божие в себя. День и ночь, ночь и день, ночь и день, день и ночь. Я не позволю этой болезни убить меня. И вот приходит брат Бессмысленность. Его три года не было видно. Но вдруг он чего-то решил, что хочет зайти. О, знаете, брат Кеннет, у моего дяди был рак. Он читал Библию день и ночь, пока не сошел с ума. И этот рак убил его. Что ж, это его дело, не мое. Есть много людей, которые пошли в ад. Но я туда не пойду. У меня этот вопрос давно решен. Аминь. Я избавился от того, чтобы пойти в ад тем же самым путем, о котором я вам сейчас говорю. Я скажу вам еще кое-что. Мы с Глори делали это в отношении наших детей. Мы откладывали все дела в сторону. Мы брали все симфонии, книги, которые у нас были. Мы брали свои Библии. И мы с ней обкладывались ими, усевшись на кровати, вместе с блокнотом и ручкой. И мы начинали копать. Мы отыскивали все места Писания, которые даже отдаленно говорили о детях. Которые хоть каким-то образом подразумевали детей. И мы сидели там на кровати за городом целый день, пока не стемнело. И, наконец, когда мы закончили, у нас был целый блокнот мест Писания. И мы обрушились на дьявола. Я сказал дьяволу, я говорю тебе прямо сейчас, не смей трогать моих детей. Не прикасайся к ним своими руками. Не трогай их. Мои дети не пойдут в ад. Ты не получишь моих детей. Тебе придется сразиться со мной, а также с Богом, Иисусом, Духом Святым и всеми ангелами, прежде чем ты доберешься к этим детям во имя Иисуса. И мы выписали все эти места Писания. Мы вместе совершили хлебопреломление. И мы утвердили это. И затем я возвращался и читал эти места Писания утром и вечером. Утром и вечером. И я держал это у себя перед глазами. Вкладывал это в свои уши. Вкладывал это в свои уста. Вкладывал это в свое сердце. И когда это утверждено внутри вас, вы спросите, брат Копланд, как узнать, что это утвердилось внутри тебя? И это все равно, что спрашиваете своей мамы. Как узнать, что ты влюбился? У нее становится смешное выражение лица, и она отвечает, ты будешь знать. Когда Слово Божие укореняется внутри вас, и Дух Святой вместе с вами противостоит этой немощи, о, вы будете знать. Вы говорили своими устами, потому что знали, что это было истиной. Истиной. Ранами его я исцелен. Ранами его я исцелен. В этом нет никакой силы, и ваш мозг говорит. Это не переносит никакой пользы. Какая от этого польза? Я скажу вам, какая от этого польза. Библия говорит, что Слово Божие сильное и острее всякого меча обоюдоострова. Поэтому, зная, что у вас есть первосвященник, прошедший небеса, твердо держите Слово своего исповедания, являющееся этим Словом, которое острее всякого меча обоюдоострова, которое проникает и деляет друг друга, душу, дух, составы и мозги. Да, не пытайтесь судить о нем с помощью своих чувств. Судите о нем просто на основании того, что оно истинно. Потому что Иисус верный первосвященник. Мы устремляемся за этим. Мы устремляемся за этим. Кто-то спросит, а что если вы посреди всего этого умрете? Разве это будет не замечательно, войти в жемчужные ворота и исповедуя Слово Божие всем, что у вас есть? О, я вам гарантирую, небеса будут встречать вас стоя, да? Вы не умрете посреди этого. Если только вы не тянулись этим так долго, что на последнем вздохе сказали. Если вы так долго с этим тянули, до свидания. Не кладите свою веру на полку и не оставляйте ее там до тех пор, пока она вам не понадобится. Начните читать книги и слушать проповеди, говорящие о вере. Возьмите свою Библию. Это самая лучшая книга веры. И начните читать эти обетования. Их более шести тысяч. Аллилуйя. Да, 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 да. Однажды мы с Глорией разговаривали, и в какой-то момент она посмотрела на меня. Ее глаза как бы застыли. И я мог сказать, что она не слышала того, что я говорил. Где-то 30-35 секунд. И затем ее глаза вышли из того состояния, и она спросила, «Что ты сказал?» «Я ничего не говорил». Прошло несколько дней. И с ней снова это повторилось. И затем снова. И вы могли разговаривать с ней, или она могла разговаривать с вами, и она могла говорить, и вдруг с ней это происходило. Она не могла понять, что она только что сказала, или что она собиралась сказать. Она была в сознании. Она знала, кто вы, и все остальное, но она не могла связать слова. Потом она снова возвращалась в нормальное состояние. Она спросила, «Что это, по-твоему?» Я ответил, «Я понятия не имею, что это». Мы помолились об этом. Я помолился накануне вечером и встал на первую главу послания Иакова в отношении мудрости Божией. На следующее утро, когда я проснулся, «Ко мне пришло слово от Господа. Я проснулся, и Дух Божий сказал, это форма припадка». Поэтому я встал, взял свою Библию и взял власть над Духом этого. И нам позвонил наш семейный врач. Он сказал, «Я хочу, что вы съездили к этому специалисту. Я хочу, что вы съездили к нему». Я сказал Глории, что именно я получил от Господа. Я сказал, «Ты можешь делать то, что ты хочешь делать, но вот с чем нам придется иметь здесь дело». Поэтому моей первой мыслью было, «Я знаю, как с этим справиться. Слава Богу». Помните, я помолился о мудрости. Я знал, как с этим справиться. В моем разуме уже крутились места Писания. Я знаю, что я буду делать. Я сосредоточусь на Слове Божьем. Я знаю, что я буду делать. И Глория делала то же самое. И скажу вам, что сделала Глория. Она взяла все места Писания об исцелении, которые только смогла найти. Она является одним из самых усердных людей, которых вы когда-либо видели в своей жизни. Я имею в виду, что она ухватывается за это, чтобы спасти себя от многих проблем. Вам лучше прежде принять спасение, если она начинает за вас молиться. Она ухватилась за эти места Писания. Я заметил, что когда она утром просыпается, прежде чем встать с кровати, и я, она молится час на иных языках каждое утро. Если у нее назначена встреча на 6 часов утра, и для того, чтобы успеть на нее, ей нужно встать 4.30, то она встает в 3.30 и молится час на иных языках. Нет такого понятия, как слишком рано. Она по-прежнему молится час на иных языках, даже если у нее вообще не получится лечь спать. Она каждое утро проводит час в общении с Иисусом. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Прежде чем встать с кровати, она достает все эти места Писания, она по-прежнему отводит час на молитву, поэтому она просыпается на 30 минут раньше обычного, берет все эти карточки с местами Писания, и она открывает Библию и читает их. Не просто ссылку на них. И даже несмотря на то, что она может процитировать их все, она открывает их в Библии, читает их, открывает и читает их, открывает и читает, открывает и читает, открывает и читает, она перечитывает их и говорит, Иисус, я хочу поблагодарить Тебя, что твое слово стало плотью. Прежде чем вечером лечь спать, она снова перечитывает каждое из них. Она работает над чем-то. Она работает над чем-то. У нее больше ни разу не было такого припадка. С тех пор прошли годы. Годы. Что она сделала? Она держала это у себя перед глазами, вложила это в свои уши, вложила это в свое сердце. Когда вы только начинаете это говорить, и оно не звучит особо весомо, и вам приходится заставлять себя говорить это, особенно если вы уставшие, обессилены, и вы не чувствуете желания это делать, не имея значения, о чем говорят вам ваши чувства. Вы не можете работать над исцелением 10 минут в день, потому что этот рак будет работать 24 часа в сутки, и вам придется поддерживать этот процесс в действии. Слово Божие является вашим мечом. Слово Божие является вашим исцелителем. Слово Божие – это сила Божья, является источником веры. Источник веры – это источник помазания, а оно снимает бремя и уничтожает ярмо. И Глория просто продолжала это делать, и говорить это, и ходить в этом. Делать, говорить это. И вы просыпаетесь одним утром, и вы читаете это, и вы говорите это. И вы просыпаетесь на следующее утро, и вы читаете это, и говорите это. И вы просыпаетесь на следующее утро, и вы читаете и говорите это. Но все это время приходит вера, приходит вера, приходит вера, приходит вера. Вы садитесь в машину и включаете запись проповеди, которая говорит вам о том же, о чем вы читаете. Я делал это годами, 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 годами. Ложитесь вечером спать, включая на магнитофоне кассету с записью Нового Завета. Ложитесь с этим спать и просыпайтесь с этим. Слава Богу. Купите себе магнитофон, который проигрывает кассету в обе стороны до тех пор, пока вы его не выключите. Да, у меня есть магнитофон, который может проигрывать 10 кассет. Вставьте в него запись всего Нового Завета. Всего Нового Завета. Да. Да. Не хочешь посмотреть бейсбол? Не отвлекайте меня на это. Мы здесь имеем дело с припадком. Глория никогда не вспоминала, никогда больше не говорила об этом. У нее никогда больше этого не было. Она разобралась и забыла об этом. Продолжайте говорить это, продолжайте слушать это, говорить, слушать. Держите это у себя перед глазами, вкладывайте это в свои уши, вкладывайте это в свои сердца. И в один из дней вы просыпаетесь, и вы читали это, вы говорили это, ранами его исцелились. И вдруг вы замечаете, что это вышло не из вашей головы, а это вышло отсюда, из сердца, из духа. Пришла вера. Вера приходила все это время, но вдруг вера пришла, и вы замечаете, что ходите и говорите, «Я исцелен». Вам не нужно было думать об этом, чтобы сказать это. «Я исцелен». Слава Богу, я исцелен. Я исцелен. Я исцелен. Отец, мы молимся за каждого человека, который меня сейчас слышит. И во имя Господа Иисуса Христа «Сатана, я связываю тебя и изгоняй вон». Убери свои руки от того, что принадлежит Богу прямо сейчас. Я запрещаю тебе во имя Иисуса останавливать, препятствовать или изводить кого-либо, кто меня сейчас слышит. И что бы это ни было, будь это какого-то рода привычка или что-то еще, проговорите к этому прямо сейчас во имя Иисуса и прикажите этому оставить вас и убраться из вашего присутствия. А затем просто начните поклоняться Богу и благословлять Его. Бог благ всегда. Всегда. Аллилуйя. Отец, мы просто прославляем тебя сегодня и благодарим тебя за твое слово. Мы благодарим тебя за само присутствие Духа Святого. Мы благодарим тебя за то, что ты послал Иисуса. Мы просто поклоняемся тебе и прославляем тебя за все чудеса и исцеления, которые произошли здесь сегодня. И мы воздаем тебе всю хвалу, всю честь и всю славу за это, Господь. И мы благодарим тебя за это драгоценное, замечательное имя Иисуса. Отец, мы просим, молимся и верим, что получаем все эти вещи во имя Иисуса. И благодаря этому имени мы верим, что это осуществилось. Аминь. Хвала Господу. Повернитесь и обнимите кого-то, улыбнитесь так широко, как вы только можете. Скажите Ему, что вы любите Его, и затем можете садиться. Однажды мы с Глорией разговаривали, и в какой-то момент она посмотрела на меня, и ее глаза как бы застыли. И я мог сказать, что она не слышала того, что я говорил. Где-то 30-35 секунд. И затем ее глаза вышли из того состояния, и она спросила, что ты сказал? Я ничего не говорил. Прошло несколько дней, и с ней это снова повторилось. И потом снова. Мы катались на лыжах, и я обогнал ее. Глория хорошо катается на лыжах. Она катается на них лучше, чем я. Я уехал вперед, поэтому я остановился и стоял там. Мы уже возвращались. Мы были недалеко от лыжного домика. Там был небольшой уклон. Небольшой уклон. И там, где я стоял, было не шире, чем вот здесь. Поэтому я сошел с трассы, чтобы не мешать, и вижу, вот едет Глория. Она не так сильно от меня отстала. И я ждал ее, думая, что когда мы сюда поднимемся, то поедем дальше вместе. Я поднялся туда. Она вот так проехала мимо меня. Она меня даже не видела. Она проехала мимо меня. И вы могли разговаривать с ней, или она могла разговаривать с вами. И она могла говорить, и вдруг с ней это происходило. Она не могла понять, что она только что сказала, или что она собиралась сказать. Она была в сознании. Она знала, кто вы и все остальное. Но она не могла связать слова. Потом она снова возвращалась в нормальное состояние. Она спросила, что это, по-твоему? Я ответил, я понятия не имею, что это. Мы помолились об этом. И наш семейный врач в то время, уйдя на пенсию, устроился на полную ставку врача в колонии. Поэтому каждый раз, когда к нему приходили заключенные, что бы там с ними ни было, каждый раз, когда они к нему приходили, он загружал их Словом Божьим. Вот такой у нас был врач. И мы поехали к нему. И я сказал ему, я хочу, чтобы вы осмотрели ее и сказали, что это, по-вашему, может быть. И Глория рассказала ему о своем состоянии. Я помолился накануне вечером и встал на первую главу послания Иакова в отношении мудрости Божьей. На следующее утро, когда я проснулся, ко мне пришло Слово от Господа. Вы знаете, что я имею в виду под Словом от Господа? Это отличается от внутреннего свидетельства, когда вы просто знаете, и это неслышимый голос. Перестаньте пытаться услышать Богу вот этими ушами на вашей голове. Иисус сказал, кто имеет уши, слышит да слышит. И здесь у всех есть физические уши. Он говорит о том, чтобы слышать вот здесь. Обратитесь внутрь себя, когда вы хотите услышать от Бога и ожидайте услышать от Бога. И не разочаровывайтесь, если вы не знаете, что Он сказал. Потому что это не то, чтобы Он не говорил, а потому что вы настолько духовно тупоумные, что не можете Его слышать. Все в той или иной степени являются таковыми. И мы должны выходить на такой уровень, когда мы не будем таковыми в такой большой степени. Аминь. И вы можете этого достичь, только практикуя присутствие Божие. Как вы это делаете? Вы практикуете Его присутствие, постоянно говорите с Ним, постоянно говорите с Ним, что бы вы ни делали. Забудьте все эти официальные обращения. Просто разговаривайте с Ним, что бы вы ни делали. И постоянно основывайте это на Писании. Но разговаривайте с Ним точно так же, как вы разговариваете с кем-либо другим. И ожидайте слышать от Него. И вы говорите, Господь, знаешь, мне нужно быть там 6 часов. Мне нужно не останавливаться, Иисус. Тебе придется мне сейчас помочь. «Да, я знаю это, я знаю, я знаю это. Я не буду превышать скорость, я это понимаю. Я буду послушен законам страны, но тебе придется помочь мне попадать на зеленый свет, потому что мне нужно там быть». Поэтому мы просто разговариваем, мы отлично проводим время. Вы будете удивлены, как многому вы так научитесь. Практикуйте его присутствие, потому что он сказал, «Я никогда не оставлю и не покину вас даже до скончания века». Поэтому просто практикуйте это. Когда вы слышите голос Господа, он обладает огромной властью. То же самое я слышу, когда я служу, и когда приходит какое-то пророческое высказывание. Это превосходит просто знание. Я имею в виду, кто-то разговаривает там с вами, и в большинстве случаев это не происходит в моей личной жизни. Это происходит здесь, на сцене, или там, где Богу нужно использовать меня таким образом. Дары Духа, они даются не ради меня, а ради вас. Но время от времени, в такого рода ситуации, вы услышите голос Господа. И это необычное явление. Но в тот раз так и произошло. Я проснулся, и Дух Божий сказал, «Это форма припадка». Поэтому я встал, взял свою Библию, и взял власть над Духом этого. И нам позвонил наш семейный врач. Он сказал, «Я хочу, чтобы вы съездили к этому специалисту. Я хочу, чтобы вы съездили к нему». Я сказал Глории, что именно я получил от Господа. Я сказал, «Ты можешь делать то, что ты хочешь делать, но вот с чем нам придется иметь здесь дело». Она ответила, «Я думаю, я съезжу к нему и посмотрю, что он скажет». Она поехала к тому специалисту, и после того, как он ее обследовал, он сказал, «У вас это форма припадка». Глория ответила, «Я это знала». И он сказал, «Я выпишу вам лекарство». И то лекарство было очень дорогим. Оно стоило что-то около 50 долларов за маленькую баночку где-то такого размера. Боже мой, это было бы дорогим лекарством. И доктор сказал, «Вам придется жить с этим до конца жизни, потому что это неизлечимо. В вашем мозге что-то неправильно срабатывает, поэтому вам придется принимать это лекарство, и оно будет заставлять ваше тело производить то, что нужно, что не происходит, так, как оно должно происходить». И он сказал, «Как это называется?» Я никогда не слышал такого названия. Помните, я помолился о мудрости. Вы не просто бежите и... Этот врач не Бог. Иисус сказал, «Я есть им Альфа и Омега. Я первый и последний». Поэтому за ним первое слово и последнее. Благодарение Богу за врача. Я заплатил ему, потому что он мастеровой. Он поделился со мной теми небольшими знаниями, которые у него есть. И я поблагодарил его, но я обратился к тому, кто обладает гораздо большими знаниями, чем он. Но в любом случае, Глория сказала, «Я думаю, я позвоню тому-то, тому-то». Я слышала, что она изучала медицину в Европе. Там учат несколько не так, как учат здесь. Мне хотелось бы знать, что это такое, чего не хватает в моем организме. И у нас есть название этого. Мы позвонили той женщине, и она сказала, «Почему вам не приехать ко мне?» Мы сели на самолет, прилетели туда и поговорили с ней об этом. И мы помолились. О, мы все молились и верили Богу. Она сказала, «Позвольте мне объяснить вам, как это работает. Ваш организм должен производить это вещество. А это лекарство, которое вам выписали, будет заставлять вашу печень?» И она сказала, «Я хочу вам показать». Она пошла, принесла медицинский справочник, открыла его на том лекарстве, которое выписали Глория и сказала, «Вот, смотрите, прочитайте это». Она передала мне этот справочник, и там было написано, «Да, это лекарство будет контролировать такие-то припадки». Но дальше перечислялись побочные эффекты. «Частые случаи гепатита, печеночная недостаточность». О, фатальные исходы. Фатальные исходы – это уже что-то. «И он сказал, что ей придется принимать это лекарство всю оставшуюся жизнь?» Меня это не устраивает. «Я не против врачей. Я против смертельного исхода». Поэтому моей первой мыслью было «Я знаю, как с этим справиться». В моем разуме уже крутились места Писания. Я знаю, что я буду делать. Я сосредоточусь на Слове Божьем. Я знаю, что я буду делать. И Глория делала то же самое. И та наша знакомая сказала, «Знаете, это вещество, которое не вырабатывается в вашем мозге, вы можете купить это в магазине здорового питания в баночке. Оно стоит 4 доллара 95 центов за вот такую большую банку. Вместо того, чтобы заставлять вашу печень это делать, понимаете? Так просто. Посмотрите, что бы мы упустили, если бы у меня не было там мудрости Божьей. Но мы не согласились и с этим. Я видел это по глазам Глории. Она на магазин здорового питания тоже не надеется. Она поехала в него и купила пару баночек этого, и принимала его, не знаю, неделю или две. И это была просто биологически активная добавка. Но это было то же самое вещество, которого не хватало в ее мозге. И тот врач сказал, что у нее это будет до конца жизни, что ей нужно контролировать эти припадки. И скажу вам, что сделала Глория. Она взяла все места Писания об исцелении, которые только смогла найти. Она является одним из самых усердных людей, которых вы когда-либо видели в своей жизни. Я имею в виду, что она ухватывается за это, чтобы спасти себя от многих проблем. И вам лучше прежде принять спасение, если она начинает за вас молиться. Она ухватила за эти места Писания. Я заметил, когда она утром просыпается, прежде чем встать с кровати, она молится час на иных языках каждое утро. И если у нее назначена встреча на 6 часов утра, и для того, чтобы успеть на нее, ей нужно встать 4.30, то она встает в 3.30 и молится час на иных языках. Нет такого понятия, как слишком рано. Она по-прежнему молится час на иных языках, даже если у нее вообще не получится лечь спать. Она каждое утро проводит час в общении с Иисусом. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Прежде чем встать с кровати, она достает все эти места Писания, она по-прежнему отводит час на молитву. Поэтому она просыпается на 30 минут раньше обычного, берет все эти карточки с местами Писания, и она открывает Библию и читает их, не просто ссылку на них. И даже несмотря на то, что она может процитировать их все, она открывает их в Библии и читает их, открывает их и читает их. Открывает и читает. Открывает и читает. Открывает и читает. Открывает и читает. Она перечитывает их. Иногда она перечитывает их дважды. И она говорит, Иисус, я хочу поблагодарить Тебя, что Твое Слово стало плотью. Прежде чем лечь вечером спать, она снова перечитывает каждое из них. Она работает над чем-то. Она работает над чем-то. Работает над чем-то. У нее больше ни разу не было такого припадка. С тех пор прошли годы. Годы. Она, наконец, выбросила ту оставшуюся баночку, которую она купила в магазине здорового питания. Она долгое время стояла в нашей аптечке. Что она сделала? Она держала Слово Божье у себя перед глазами, вложила это в свои уши, вложила это в свое сердце. Когда вы только начинаете это говорить, и оно не звучит особо весомо, и вам приходится заставлять себя говорить это, особенно если вы уставший, обессиленный, и вы не чувствуете желание это делать, не имеет значения, о чем говорят вам ваши чувства. Вы не можете работать над исцелением 10 минут в день, потому что этот рак будет работать 24 часа в сутки, и вам придется поддерживать этот процесс действия. Слово Божье является вашим мечом, Слово Божье является вашим исцелителем. Слово Божье это сила Божья, Слово Божье является источником веры, а источник веры это источник помазания. А оно снимает бремя и уничтожает ярмо. И она просто продолжала это делать и говорить это, и ходить в этом, делать это, говорить это. И вы просыпаетесь одним утром, и вы читаете это, и вы говорите это, и вы просыпаетесь на следующее утро, и вы читаете это, и говорите это, и вы просыпаетесь на следующее утро, и вы читаете это, и говорите это. Но все это время приходит вера, приходит вера, приходит вера, приходит вера. Вы садитесь в машину и включаете запись проповеди, которая говорит вам о том же, о чем вы читаете. Я делаю это годами, годами и годами. Ложитесь вечером спать, включая на магнитофоне кассету с записью Нового Завета Ложитесь этим спать и просыпайтесь с этим Слава Богу, купите себе магнитофон, который проигрывает кассету в обе стороны до тех пор, пока вы его не выключите У меня есть магнитофон, который может проигрывать 10 кассет Вставьте в него запись всего Нового Завета Да Весь Новый Завет Да Не хочешь посмотреть бейсбол? Не отвлекайте меня на это Мы имеем здесь дело с припадком Глория никогда не вспоминала, никогда больше не говорила об этом У нее никогда больше этого не было Она разобралась и забыла об этом Продолжайте говорить это, продолжайте слушать это, говорить это, слушать это, держите это у себя перед глазами Вкладывайте это в свои уши, в свои уста Вкладывайте это в свое сердце И в один из дней вы просыпаетесь, и вы читали это, и вы говорите, ранами его вы исцелились Вдруг вы замечаете, что это вышло не из вашей головы, а вышло отсюда, из духа Пришла вера Вера приходила все это время, но вдруг вера пришла, и вы замечаете, что ходите и говорите Я исцелен Вам не нужно было думать об этом, чтобы сказать это Я исцелен Слава Богу, я исцелен И вы встречаете кого-то, и вы говорите И хочешь кое-что узнать? Я исцелен И тот человек отвечает Это здорово И затем вы слышите фразу вроде Это до смерти меня напугало Кто-то подходит вам и говорит Я в таком восторге, что можно аж умереть И слово смерть звучит там, как чудовище Ваши уста ответят Нет во имя Иисуса, я исцелен Знаете, что произошло? Вера достигла точки кипения Когда это начинает происходить, она работает над этим ермом Она работает над этим бременем Работает над этой горой Она работает Она уже больше не является семенем Даже пни начинают пускать ростки, слава Богу И вскоре вы уже будете сидеть под тенью того, что в результате вырастет Аллилуйя Потому что Слово Божие проросло Слово Божие проросло Слово Божие проросло Слава Слава, 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 слава Аллилуйя Спасибо тебе, Иисус Евангелие от Иоанна У вас есть такое? Я начал работать над чем-то Давно Послушайте это Шестая глава Евангелие от Иоанна Пятый стих Иисус Возветочие, увидев, что множество народа идет к Нему Говорит Филиппу Где нам купить хлебов, чтобы их накормить? Говорил же это, испытывая Его Ибо Сам знал, что хотел сделать Вы начинаете жить таким образом И вы приходите к тому, что вы знаете, что вы собираетесь делать Возможно, вы не знаете, какие именно места Писания вы будете использовать Но вы знаете, в каком направлении вы собираетесь двигаться Вы знаете, что вы будете делать Вы приходите к тому, что уже не возникает никакого вопроса Мне следует в этот раз использовать свою веру Или же делать что-то другое? Не смейте Ну, брат Коплант, иногда вы идете к врачу, иногда вы используете свою веру. Нет, 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 вы используете свою веру, и вы идете к врачу, или куда Бог вам говорит. Но если вы идете к врачу, вам лучше использовать свою веру. Понимаете, Глории был поставлен диагноз там, в кабинете того врача. Но если бы не вера, ей прописали то, что потенциально могло убить ее. И, конечно же, тот врач не пытался ее убить. Просто это было все, что он знал. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Подождите минуту, он ухватился за тот ответ, который говорил ему Дух Святой. Он ухватился за тот ответ, но затем сам себя от него отговорил. «Никогда не позволяйте себе этого делать. Держитесь Писание». Но что это для такого множества? Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, он дал им есть, пока они не насытились. Он сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. И он сказал, чтобы они не дали ничему из этого пропасть, потому что эти двенадцать полных коробов были урожаем того мальчика. Иисус говорил, «Ешьте сколько хотите, потому что осуществляется слово умножения». Помните, Библия говорит, что Иисус взял их, благословил и преломил. Слово и помазание умножения находятся в руках служения. И я использую эту фразу буквально и образно. Это неправильно использовалось, но именно поэтому Бог и сказал, «Принесите это в служение». Это служение они были ответственны, а не Бог. Дело не в том, что Слово Божие не работает, а в том, что Слово Божие не используется. Помните, в одном из других описаний этого, в Евангелии, Иисус повернулся и сказал, «Принесите Мне эти хлеба и рыбы». По-вашему, Он сказал принести Ему эти хлеба и рыбы, потому что Он был голоден? Нет, вы так даже не думали, поскольку вы прекрасно знаете репутацию Иисуса. Но вы знаете, что Он был голоден. И вы знаете, что Он ел. Но Он не ел хлеба и рыбы. Он ел от чуда, как и все остальные. Разве это не здорово? И заметьте следующее. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. И вы можете начать работать над чем-то. Понимаете, Библия говорит, что Иисус знал, что Он собирался делать. Он просто хотел посмотреть, научился ли Филипп чему-то. Иисус знал, что Он собирался делать. Что? Он собирался ходить верой. Он собирался работать здесь над чем-то. Он сказал, «Принесите это Мне». Они принесли. И Он благословил эти хлеба и рыбы и преломил их. И Он сказал, «Хорошо, а теперь раздайте их». «Тот мальчик принес те хлеба и рыбы, передал их в служение Иисуса, чтобы Иисус использовал их для того, чтобы накормить несколько тысяч человек». Итак, Он посеял Свои хлеба и рыбы. Не так ли? Он отдал весь Свой обед этому проповеднику. Но Иисус не просто съел его. Он благословил его и преломил его. И затем Иисус начал вторично сеять его. Он по-прежнему принадлежал тому мальчику. Небеса засчитали не Иисусу то, что были накормлены все эти тысячи людей. Они засчитали это тому мальчику. Небеса записали, что тот маленький мальчик, и там маленькая корзинка с теми маленькими хлебами и рыбами. Он получил назад 12 полных коробов. Это был его изначальный урожай, изначального посева. Но с дважды посеянным семенем его ожидал пожизненный урожай. Слава Богу! Он накормил там 20 тысяч, 100 тысяч человек. Считай, женщин и детей. А женщина с двумя лептами, помните ее? Иисус сидел и смотрел, как люди клали деньги в сокровищницу. И в тот день там были достаточно крутые личности. Да. Туда приходили достаточно важные и помпезные люди. Библия говорит, что они клали в сокровищницу много денег. Это хорошо, Иисус не принижал их. И я через секунду покажу вам, почему. Но эта женщина приходит туда и кладет все, что у нее было. Теперь нет ничего между ней, Словом Божьим, и голодной смертью. Теперь Слово Божие является единственной вещью между ней и голодной смертью, потому что она отдала все, что у нее было. Но Слово Божие не просто не даст вам умереть голодной смертью. Слово Божие сделает вас самым сильным человеком среди остальных, если вы будете стоять на нем. Вы придете к тому, что вы не просто даете на строительство здания, а вы можете строить здания и давать их им. Но вам придется научиться тому, как работать над этим. Вам придется научиться тому, как сосредотачиваться. Вам придется научиться тому, как внимать Слово Божьему и занимать свою позицию. Иисус сказал, эта женщина дала больше, чем кто-либо другой здесь сегодня. Интересно, сколько дал самый богатый человек? 10 тысяч долларов? 100 тысяч долларов? Послушайте, говорю вам, там были некоторые богатые люди, которые следовали в те дни заслужениям Иисуса. Это не были люди, которым не нравился Иисус. Он не нравился фарисеям и саддукеям и другим лицемерам. Допустим, кто-то положил туда 100 тысяч долларов, но семьи этой женщины было больше этого. Слава! Мало того, Иисус вторично посеял все то пожертвование. Он использовал это пожертвование для того, чтобы проповедовать Евангелие. Разве вы не знаете, что именно это Он с Ним и сделал? И вот она вовлечена во что-то большее, чем она и все остальные. И ей засчитывается больше, чем кому-либо. Вы меня слышите? О, вы видите, где это? Вы понимаете, о чем я вам говорю? Всякий. Каждый может побеждать мир. Всякий может побеждать мир. Всякий верующий, что Иисус есть Христов. Всякий верующий, что Он является помазанным, может иметь все необходимое. Не просто все, что Он хочет, а все необходимое для того, чтобы сокрушать, побеждать, низвергать царство тьмы и затем ходить по Нему во имя вашего Господа. Вы можете сказать аминь. Дважды посеянное семя. Годы назад, и я хотел вам это рассказать, я пролетал над одним участком собственности в северном Техасе, чуть северо-западнее от Форт Уорта. Я пролетал над ним, и когда-то там была военно-морская база Соединенных Штатов, построенный во времена Второй мировой войны. Огромный участок собственности, более тысячи акров. Я пролетал над ним, и я услышал, я услышал это, говорю вам, не знаю, если вы были бы со мной в том самолете, не знаю, слышали бы вы это или нет, но я услышал это от головы до ног, это услышали мои брови, вы понимаете, что я имею в виду? И он сказал, столица пробуждения этого мира. И оно прозвучало, как телевизионный голос, понимаете? Спустя несколько дней мне позвонил один мой друг и сказал, Канет, я нашел один участок собственности, и у меня внутри есть настолько сильное чувство, что твое служение должно им владеть. Я спросил, где это? И он сказал мне, я знал, где была та военная база. Я сказал, хорошо, думаю, я съезжу и посмотрю его. Я никакого участка собственности тогда не искал, у меня не было достаточно денег, чтобы купить какой-то участок собственности. Мы тогда еще не были на таком уровне. Но я подумал, хорошо, я съезжу и посмотрю его. Я поехал туда. И, конечно же, он был выставлен на продажу. Мы вышли, и я сказал Глории, это отлично выглядит, не так ли? Она ответила, да. Я сказал, я зайду на него. Я пролез между колючей проволокой ограждения и начал идти по нему, как я услышал это снова, приходит к тебе столица пробуждения этого мира. Я спросил, Бог, это оно? Он ответил, это оно. Он сказал, ты не будешь называть это столицей пробуждения этого мира. Я никогда так его не называл. Я не называл это место не так, не как-то еще. Господь сказал, они назовут его столицей пробуждения этого мира в один из дней, в конечном итоге. Я сказал, слава Богу, вот оно. Я начал собирать о нем информацию. 1520 акров. Даже если бы он продавался доллар за акр, я бы все равно не смог его купить. Даже не мог бы и думать о том, чтобы его купить. Я знаю, как это сделать. Я начал работать над чем-то. Да, я прочитал места Писания о том, как Авраам временно пребывал в земле обетованной. И я поехал туда. И сам немного временно побыл, походил по тому участку. Я встал на него и сказал, это мое, это мое. Я думал, да, это произойдет за день или два. Прошел год, ничего не произошло. Прошло два года, ничего не произошло. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять лет. Я не движим тем, что я вижу. Я отлично двигался в служении. Все шло хорошо. Я продолжал двигаться вперед. Продолжал двигаться вперед. Слава Богу, веря Богу. Но я не выпустил этого. Я просто держал это у себя перед глазами, вкладывал это в свои уши, я говорил об этом, я думал об этом, я молился об этом, мы с Глорией говорили об этом, я проезжал мимо этого участка, я проезжал мимо него, и другие люди пытались купить его, но не покупали. Я держал это у себя перед глазами, вкладывал свои уши в свой устав, в свое сердце, просто держался этого год за годом, год за годом. Наше служение располагалось в прекрасном помещении на другом конце города. Мы арендовали это помещение, но оно было хорошим, у нас было прекрасное помещение. Прошло не так много времени, как оно стало для нас маленьким, понимаете? Мы продолжали вырастать из всего, что оказывалось в наших руках. Мы начали радиопередачи, служение начало расти, и Бог хотел, чтобы мы выходили на телевидение. Я никогда не выходил в эфир и не говорил, о-о-о, мы, о, помогите нам, помогите нам. Я никогда не охал на весь радиоэфир. Нет, я поступал следующим образом. О, да, говорю вам, мне приходилось записывать это на карточки размером 7 на 12 сантиметров и прикреплять их на зеркало, и везде, куда только можно было. Это должно было быть у меня перед глазами. Это должно быть у вас перед глазами. И вы должны хранить это в своих ушах, это будет подавлять вас, это будет бить вас по голове, если вы перестанете думать об этом. О, это совершенно, совершенно, абсолютно невозможно, но Бог сказал это делать, и именно так вы это и делаете. Мы продолжали ездить мимо и продолжали двигаться вперед. Наконец, Бог сказал нам выйти на телевидение. Наши счета выросли во много раз. Я вернулся к благословению Авраама. Отыскал все обетования, имевшие какие-либо отношения к телевидению, которые я только смог найти в этой книге. И я возвращался к этому снова и снова. И каждый раз, когда мы с Глорией разговаривали об этом, вместо того, чтобы говорить о том, как трудно все будет оплачивать, Господь сказал мне однажды, Кеннет, перестань думать о том, как привезти деньги. Трай свое время, думай о том, как донести Слово Божие. Я приведу деньги. С тех пор я тратил 100% своего времени. Я больше ни минуты не потратил на то, чтобы попытаться высчитать, как привезти деньги. Я знаю, как их получить, хвала Господу. Не от людей. И Бог использует людей. Но я мог получить их, даже если бы все люди оставили меня. Потому что я узнал, что мой Бог восполнит мои нужды по своему богатству в славе. Я делаю свою часть на основании Слова Божьего. Я просто продолжал и продолжал. Я забывал о том участке собственности. Время от времени это всплывало у меня в разуме. Я говорил, слава Богу. И спасибо тебе, Иисус. Это мое. Аллилуйя. И подкреплял это быстрым местом писания. Возлагал заботу об этом на Господа и двигался дальше. При любой удобной возможности я садился в машину, ехал туда, объезжал этот участок и смотрел на этот превосходный участок собственности. У любого деревенского парня потечет слюна, когда вы проезжаете мимо такого места. Три километра береговой линии прекрасного озера. Я просто сказал, Господь, я хочу поблагодарить тебя за этот участок собственности. Он сказал, найди того человека, который им владеет. Пойди к нему и скажи ему, что мне нужен этот участок. Сказать ему, что он тебе нужен? Господь ответил, да, не проси у него. Скажи ему, что он нужен мне. Господь сказал, разве ты не помнишь в моем слове, когда я сказал им пойти и привезти того молодого осла? Они спросили, а что если нас кто-то остановит? Скажите им, что он нужен Господу. Я сказал, хорошо, я научился ничего не добавлять и ничего не отнимать от этого. Поэтому я так и сделал. Я узнал, кто владел этим участком, узнал имя этого человека, узнал, где он жил, узнал немного о нем. Он был пожилым человеком, был холостяком всю свою жизнь и был очень-очень уважаемым человеком. Он выкупил этот участок собственности у правительства Соединенных Штатов за несколько лет до этого. Я поехал встретиться с ним, и он один из тех людей, которые долго раскачиваются, прежде чем начинают говорить. И когда он и говорил, то говорил немного. Благодарение Богу за моего папу, который научил меня держать свой большой рот на замке. Мой отец сказал мне однажды, я был еще молодым. Кеннеф, Самсон убил более тысячи человек челюстью осла. И были миллионы раз, когда глупцы страдали от того же оружия. Он сказал, приходи туда и молчи. Молчи. Особенно, если тот человек не хочет говорить. Не говори до тех пор, пока он не начнет говорить. Он скажет тебе, чего он хочет. Я не знал, что он был таким человеком, пока я не зашел туда. Меня приставили ему, и я сказал, мистер Прюитт, меня зовут Каннет Копланд. У вас есть полторы тысячи акров земли в округе Террент. Это старая военная база. Он ответил, да, есть. Я сказал, они нужны Господу. Он ответил, что ж, они продаются. Я спросил, за сколько? Он назвал мне цену. Но я уже провел столько времени, работая с этим над Словом Божьим. У меня, по вере, уже была эта земля. Она уже долгое время была моей. Она была моей уже почти 10 лет. Я имею в виду, что у меня уже так давно было знание этого. Почему она не пришла быстрее? Не знаю. И мне не важно. Это не моя часть. Моя часть — это Слово Божье. Наконец он сказал, придите ко мне завтра. Хорошо. Я пришел на следующий день. Как поживаете, мистер Прюитт? Отлично. Присаживайтесь. Я верю, что у вас все хорошо, и вы доведете это дело до конца. Я сказал, мистер Прюитт, наше служение ни сейчас, ни когда-либо в будущем не будет брать взаймы деньги. Я не буду закладывать то, что принадлежит Иисусу. Тридцать минут. Тридцать минут. Я не сказал ни слова. Конечно, внутри себя. Я уже встал на Слово Божье в отношении мудрости Божьей. Сказал Господь, я ничего не буду говорить. Я не буду говорить какую-то глупость посреди этого. Если от тебя ничего нет, я не буду ничего говорить. Вскоре он сказал, придите ко мне завтра. Я пришел. Он сказал, я уважаю тот факт, что вы не берете взаймы. Хорошо, поэтому я разделил этот участок на четыре равные части. Вам придется за такую-то сумму арендовать у меня этот участок. Я дам вам все права на разработку полезных ископаемых на нем. Кстати, мне вчера позвонили из Портленда. На этом участке много гравия. Они хотят забрать оттуда этот гравий. Я сказал им, что им придется созвониться и поговорить с вами, потому что это ваша земля. В течение года мы везли оттуда гравий на более чем миллион долларов. Еще до того, как я стал владельцем этого участка. Он сказал, вы будете арендовать у меня этот участок земли, потому что я хочу, чтобы вы сейчас были на нем. Как только вы выплатите деньги за четвертую часть этого участка, я передам вам его в собственность. В любой момент, как только вы захотите уйти, вам даже не нужно меня предупреждать. Просто берите и уходите. Вы можете оставлять себе любую ту часть этого участка, за которую вы будете платить. То, за что вы не будете платить, просто верните мне. Вам не нужно выплачивать по всему этому никаких процентов. Все эти деньги, которые вы будете платить мне за аренду, будут идти в счет стоимости последней четвертой части этого участка. Даже не зная, сколько сотен лет я должен был думать, чтобы когда-либо придумать такой план. Знаете, откуда это пришло? Это пришло прямо из Слова Божьего. Этот Дух Святой говорил через уста того человека. Я ни копейки не брал взаймы. Я просто каждый месяц платил ему определенную сумму, чтобы иметь право заехать на этот участок и вывести с него гравия на миллион долларов. И это не было легко. О, мы не переставали держаться исповедания нашей веры. Боже мой. Мы подписали тот договор об аренде. Это соглашение. Подписали все это. Подписали это там. И я был так счастлив от этого. Он сказал, а теперь... Он взял тот договор, повернулся и отдал его обратно тому человеку, который его составил, и сказал, а теперь перепишите его. Я хочу быть первым жертвователем, снести цену на один миллион долларов. Разве это не что-то? Я сказал, хорошо. Слава Богу. Именно это я ему и сказал. Он сказал, да, 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 да. Он был в таком восторге. Итак, мы начали работать над этим. Мы снимали помещение на другом конце города. У меня была земля здесь. У меня не было здания. Я не мог взять займы. Я работал над этим. Знаете, как вы это получаете? Вы начинаете давать. Я начал давать это семя, позволяя Иисусу посеять его во второй раз. Во второй раз оно имеет большую цену, чем имело в первый раз. Слава Богу. Просто продолжал сеять его. Просто продолжал сеять его. Продолжал сеять его. Сеять. Веря Богу и ходя по тому участку, говоря это, говоря это, говоря это, говоря это. Говоря этому семени. Говоря этому семени. Поливай его своей молитвой. Говоря этому семени. Поливай его своей молитвой. Давай, 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 давай. Я хочу, чтобы вы знали, это не было легко из-за того факта, что дьявол предпринимал все, что мог, чтобы попытаться забрать это у меня. И мы с Глорией просто с двойной силой начинали делать то, что мы делали каждый раз, когда он это делал. Мы удваивали наше даяние. Мы удваивали наше даяние. Мы удваивали наше даяние. Мы посеяли в другие служения 17 самолетов. Я не знаю, сколько грузовиков и микроавтобусов, и всего остального. И я начинал это делать. Как-то дьявол начинал оказывать на меня давление. Вместо того, чтобы сдаваться, я просто начинал давать, пока не отдавал все, что у меня было. Я говорил ему, хорошо, ты хочешь еще, дьявол? Ты сделаешь меня богатым, просто продолжай толкать меня. За шесть лет мы рассчитались за весь этот участок земли и за здание на нем. И спустя несколько дней ко мне пришел человек и сказал, я вам кое-что скажу, посмотрите на это. И он развернул какие-то карты. Он сказал, я покажу вам геологию этого места, я вам гарантирую. На вашем участке сходятся пояса залежи нефти и газа, которые тянутся с северной части штата Техас и южной части Оклахомы. Они сходятся прямо на вашем участке. Ваш участок является основным бассейном этого. Я вам гарантирую, там есть нефть и газ. Если хотите, я пробую скважины и заплачу вам за право разработки недр. Я ответил, нет, нет. Вы не будете платить мне за право разработки того, чем владеет Бог. Я подумал, о да. Я вышел и начал ходить по этому участку. Я спросил, Господь, на этом участке есть нефть и газ? Он ответил, да, на этом участке есть нефть и газ, сынок. И я подумал, да. И я нашел для себя местописание, в котором говорится, что ты будешь выкачивать елей. В английском языке это же слово означает нефть. Из твердой скалы. Это произошло не за один день, два, три, четыре дня, год, два года, три года, четыре, пять, десять, двенадцать, пятнадцать лет. Если я просыпался утром, и Господь говорил, бури, я бурил. Мы наткнулись на пласт сланца с огромным запасом газа. Но в то время ни у кого не было технологии того, как добыть газ из этого сланца, не разрушая скважину. Я сказал, Господь, вот ты говоришь мне бурить эту скважину, а потом... И Господь сказал, поставь на нее заглушку и будь наготове. И я не знал, что дела на нефтяных промыслах пойдут на спад. И будет трудно достать буровую установку. Итак, мы пробурили скважину, и этот мой очень-очень-очень близкий друг, который уже многие годы был в нефтяном бизнесе, он пробурил ее для нас. Он пришел и сказал, Кеннет, мы должны поставить заглушку на эту скважину. Я ответил, я знаю это, ставьте на нее заглушку. Он сказал, меня это беспокоит. Я ответил, пусть тебя это не беспокоит, поговори об этом с Богом. Это он сказал, поставить на нее заглушку, это его скважина, ставь на нее заглушку. Прошло 5, 6, 7, 8, 9 лет. Где-то через 3 месяца после того, как мы поставили заглушку на эту скважину, человек по имени Джордж Митчелл, компания Mitchell Industries, большая компания, прекрасные люди, у них крупное месторождение газа, и одна из их скважин находится в 5 километрах от моего участка, на такой же геологической структуре. И они наткнулись на тот же сланец, что и мы. И он сказал в журнале «Нефть и газ», что Mitchell Industries намерены разработать технологию того, как успешно добывать газ из скважины барнентовского сланца. Потому что в то время разработка этой скважины стоила бы более миллиона долларов, и была вероятность разрушения самой скважины. Видите, Бог просто расслабился, говоря, мне пока просто остановиться и успокоиться. Что произошло? Конечно же, это было Божье служение, Божья скважина, Божий путь. Но это была работа Слова Божьего, которая соединила все эти обстоятельства, и все это время я работал над этим. Я делал то, что, как я знал, я должен был делать. И когда приходило искушение продолжить разработку этой скважины, я возлагал всю заботу об этом на Господа. И каждый раз, когда ко мне приходила мысль об этом, я говорил, нет, я изгоняю эту мысль, это не мое, это Божье, это Божье дело, я не буду ее трогать. Я возвращался к своим местам Писания и выключал свой разум. Друзья, говорю вам, вы должны быть усердными в этом. Вы не можете валять дурака, смотреть мыльные оперы по 4 часа в день и сделать это. В таком случае вы просто можете забыть об этом. И я проснулся однажды утром, и снова произошло то же самое. Я проснулся однажды утром, и Господь сказал, доделай эту скважину. Ты хочешь сказать, что пора доделать? Да, доделай эту скважину. Я позвонил мистеру Уильямсу и сказал, мы должны доделать эту скважину. Он ответил, я думал об этом последние две недели. Я позвоню Джорджу Митчеллу. И знаете, люди в нефтяном бизнесе не очень-то склонны делиться друг с другом своими технологиями. Вы понимаете? Они просто будут отсылать вас только к одному, только к другому, только бы не раскрывать вам свою какую-либо технологию. Что-то, на что они потратили десятки миллионов долларов, они вам ее не дадут. Они лучше предложат вам заключить с ними договор на бурение этой скважины. Тогда это будет нормально. Но мистер Уильямс позвонил ему и сказал, что мы делали и кто я такой. О да, ответил он, я знаю, кто такой мистер Копланд. И он сказал мистеру Уильямсу, послушайте, скажите мистеру Копланду, что мы хотим помочь ему ввести в эксплуатацию эту скважину. Фактически, я дам вам имена людей, которые все эти годы разрабатывали со мной этот процесс. Используйте ту же самую компанию, которая работает со мной. Мои люди будут на телефоне 24 часа в сутки. Если у вас будут какие-либо проблемы, звоните, и я сразу же вышлю к вам в свою бригаду. Скажите мистеру Копланду, мы добудем этот газ. Сколько это будет стоить? Нисколько. Какое мое обязательство? Я молюсь за Джорджа Митчелла. Он посеял семя в мою скважину. Знает он это или нет? Он посеял в нее семя. Слава Богу, аминь. Они ввели ее в эксплуатацию. Мой друг за свою карьеру пробурил 800 с лишним скважин. Он сказал, Копланд, я никогда в своей жизни не видел скважин с такими залежами газа. Оно может так рвануть, что снесет буровую установку. Когда бурлили эту скважину и пытались установить сепаратор, обычно скважины с давлением от 1000 до 1400 атмосфер считаются хорошей скважиной для газовой скважины. В этой скважине было давление 5400 атмосфер. Я сказал, слава Богу, этой скважине не терпится быть задействована в служении. Она готова взорвать все то место, пытаясь быть задействована в служении. И в одно утро, где-то в 4 часа утра, там уже был установлен сепаратор. Давление в скважине было настолько высоким, что произошел взрыв такой силы, что разорвал на части резервуар для хранения газа. Вот такая вот примечательная скважина. Что ж, мы рядом с ней пробурили еще одну скважину, слава Богу. Вот так вот. Понимаете? И вот, что я хочу, чтобы вы увидели. Посмотрите на это, посмотрите, посмотрите на это. Посмотрите. Кто из вас является партнером с нашим служением? У вас посеяно семя в этих скважинах. Если эта скважина приносит в доход служения 50, 60, 70 тысяч долларов в месяц. Нет, вам засчитывается не 100 долларов, которые вы в него вложили. Нет, 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 нет. Это первый раз, когда вы посели это семя. Когда оно пошло в служение, вам уже засчитывается, что вы сеете в служении 100 тысяч долларов в месяц. Вы это понимаете? Бог никак не мог донести это до своего народа. Один плюс один – это хорошо. Но Бог увеличивает не так. Если есть партнер, сеющий 10 долларов в месяц, и есть еще партнер, сеющий 10 долларов в месяц, и есть еще партнер, сеющий 10 долларов в месяц, первый раз, когда они сеют это семя, эти 10 долларов приносят стократно урожай. Это первый раз, когда было посеяно это семя. Я возьму эти 10 долларов, и они произведут 30 долларов, а затем посею их туда, где эти 30 долларов будут приносить урожай. И каждому из этих людей уже засчитываются все 30 долларов. Потому что мы одно целое. Мы – тело. Именно так ваш небесный счет и работает. Они позвонили мне сегодня. Точнее, не мне, а моему сыну. Вчера пробурили третью скважину. И послушайте, послушайте. Она мощнее и похлеще той первой скважины. И мы обнаружили нефть на одном уровне, газ на другом уровне, газ еще на одном уровне, а обнаружили газ в этом сланце, поэтому мы выкачаем весь этот газ из сланца, выкачаем весь газ со следующего уровня, выкачаем газ с еще одного уровня и доберемся до нефти. Мы будем выкачивать ее до пришествия Иисуса. И это в равной степени прилежит как мне, так и вам, потому что ваше семя дороже дохода от продажи этого газа и нефти. Но вы не получите этого до тех пор, пока не начнете работать над этим. Вы должны приносить это перед Богом каждое утро. Знаете, почему дьявол пытался повсюду заставлять людей злиться, если проповедник когда-либо что-либо получал? Потому что если он сможет это сделать, он сможет отрезать путь всем остальным. Тейл Осборн сказал мне, Кеннет, я скажу тебе, как стать богатым. Я сказал, здорово. Если вам говорит что-то такой великий человек, как Тейл Осборн, встаньте и слушайте, понимаете? Я сказал, здорово. Он сказал, найди проповедника, которому Бог сказал сделать больше того, на что у него есть деньги, и помоги ему это сделать, отдав ему десятую часть. У тебя останется 90%. Бог благословит тебя. Я принял это как истину, и с тех пор так и делаю. Слава Богу. Вы спросите, О, вы, должно быть, этот богатый проповедник? Это я. О, у вас, наверное, в банке лежат миллионы долларов. Нет, не лежат. Я богат, но я не оставляю эти деньги в банке. Они просто проходят через банк. Банк только смотрит на то, как они через него проходят. Вы меня слышите? Вы видите, где это? Вы понимаете, о чем я вам говорю? Всякий. Каждый может побеждать мир. Всякий может побеждать мир. Всякий верующий, что Иисус есть Христос. Иисус, всякий верующий, что Он является помазанным, может иметь все необходимое. Не просто все, что Он хочет, а все необходимое для того, чтобы сокрушать, побеждать, низвергать царство тьмы и затем ходить по Нему во имя вашего Господа. Вы можете сказать «Аминь». Отец, мы приходим перед Словом Божьим с ожиданием. У нас великие ожидания, Господь, что помазание почует на нас и будет пребывать в нас сильным образом. Мы принимаем Твое Слово. Мы принимаем слова с небес, которые приводят на землю небеса. И мы прославляем и благодарим Тебя. И я молюсь о том, чтобы помазание, пребывающее на мне сейчас, точно и своевременно высвобождало это Слово и во имя Иисуса помогало людям точно Его слышать. И мы будем ходить в Нем вместе в могущественное имя Иисуса. Аминь. Хвала Господу. Вы можете садиться. Давайте откроем наши Библии на послание к римлянам. Мы видим картину человека, находящегося в определенных жизненных обстоятельствах. Находясь в этой ситуации, все, что он может видеть, это окружающие его обстоятельства. И послушайте, что сказал Авраам. «Владыка, Господи, вот, вы понимаете? Вот, я остаюсь бездетным». И Бог уже сказал, «Я произведу от Тебя великий народ». Авраам сказал, «Вот, я остаюсь бездетным, вот, ты не дал мне семени». Он не знал, что Слово Божье было семенем для этого ребенка. Он этого не знал. И поэтому на протяжении десяти лет у него не было никакого ребенка. Почему? Потому что он видел себя бездетным. «Вот, у меня нет семени». Поэтому Бог заключил с ним кровный завет. Он вывел его. Заметьте, Бог вывел его и сказал, «Посмотри на все эти звезды». Понимаете, он не мог отослать его к четвертой главе послания к римлянам, которые он может отослать вас. Поэтому он вывел его и показал ему звезды. Бог пытается помочь ему увидеть что-то другое, помимо того факта, что он бездетный. И поэтому он сказал, «Видишь все эти звезды? Столько будет у тебя потомков. Это не будет кто-то, рожденный в твоем доме. Он выйдет из твоих чресел. Он выйдет из твоего тела». И все это время вы знаете, о чем он думает. «Нет нее. Это невозможно». Да. И затем Бог выводит его и говорит, «Видите? Бог дает ему семя. Бог дает Аврааму семя. И затем Бог сказал, «Видишь всю эту землю?» И до него дошло. Когда Бог сказал, «Видишь все эти звезды?» Сказано, что Авраам поверил Богу. «Я верю, что ты можешь это сделать». Каким-то образом. Я просто знаю, что ты можешь. Я верю тебе, Бог. До этого Авраам не верил тому, что он сказал. Но затем Бог показал ему всю эту землю. Когда речь идет о звездах, то они где-то там. Но когда речь идет о земле, то я на ней стою. И Авраам знал, кто там жил. Он знал. Он много знал о земле. Он знал, как тяжело ее получить. И он знал, что у него не было денег, чтобы купить ее. Поэтому он спросил, «Бог, как я могу знать?» Он по-прежнему не мог понять. Бог заключил с ним кровный завет. Бог пришел, прошел по крови и сказал, «Так многочисленно будет семя твое». И Авраам принял это. Он поверил этому. Но он прожил еще 13 лет без ребенка. И вы знаете все то, что они там наворотили. Он такого наворотил, пытаясь сделать это естественным путем? Почему? Он помнил, что сказал Бог, но он отбросил тот факт, что это сказал Бог. И что произошло? Его душа начала плыть по течению вместе с… «Вот, видишь, я остаюсь бездетным, видишь, я остаюсь бездетным, я бездетный за этой старой женщине, на которой я женат. Это моя проблема». Но у него хватило ума этого не говорить. Но потом и Сара начала так думать. «Знаете, я не могу этого доказать». Но вы не можете доказать обратного. Она зовет его и говорит, «Что ж, если у нас будет ребенок, то это может произойти только одним образом». «Тебе придется здесь взять одну из других женщин». Знаешь, у меня тут есть одна служанка. Вы скажите мне, что эта женщина действительно заинтересована в том, чтобы иметь этого ребенка? Вы можете так думать, если хотите. Если вы женщина, если вы женщина, вы так не думаете. И, конечно же, Авраам сказал, «Знаешь, Сара, что бы ты ни говорила, о да, ты посмотри. О, снова жить! Как она меня любит! Я пойду здесь для этого на жертву. Жертву! А не могло ли было быть так, что она нашла способ доказать, что он тоже был бесплодным? И на этом эта тема была бы закрыта. Старик ходит тут, говоря о том, что Бог сказал мне, что у нас будет ребенок. «Откуда старый простофиле? Ты тоже бесплодный!» И я не знаю, было ли все именно так или нет. Но это неестественно, чтобы жена звала мужа и говорила, «Да, эй, что ж, пожалуйста, ты знаешь, я...» особенно, когда вы задумываетесь о том, что произошло, когда родился тот ребенок. «О, не переносите этого надоедливого ребенка в мой дом! Уберите эту маму с ее ребенком с моих глаз!» Ты не думала, что он будет на это способен, не так ли, Сара? Поэтому это все начало снова на нее накатываться. и она крайне расстроилась. После того он... Эй, послушайте, мы подошли к тому моменту, когда Бог заключил с этим человеком завет и сказал, «Так многочисленно будет семя твое!» А у него по-прежнему более 13 лет не было ребенка. И заметьте, здесь также есть кое-что интересное. Бог больше ничего ему не говорил, не потому, что он злился на Авраама, но все было сказано. Понимаете, Бог является Богом веры. Он ходит верой, независимо от того, ходите ли вы ей или нет. Именно поэтому он продолжает говорить «написанное», потому что это уже было сказано. И вот тела их обоих омертвели. В таком возрасте уже никак и никого не заменишь. Теперь уже точно помочь тебе старик может только Бог. И тебе тоже старая женщина. Что все изменило? Что вывело его на такой уровень, когда он не поколебался в этом обетовании? Это написано прямо здесь, в 4 главе послания к римлянам. Там говорится, что «подобно Богу, которому он поверил, называющему несуществующее как существующее, как существующее, как существующее. Бог смог донести это до него, изменив его имя. Он назвал его Авраамом. Авраам. Что каждый раз, когда он называл свое имя, в буквальном смысле означало «отец народов». Отец народов. Отец народов. Отец народов. Если не что другое, просто говоря свое имя, он называл несуществующее, как существующее, и это попало внутрь него, это принесло ему понятие. Он наконец начал понимать, что он должен был делать. Подобно Богу, который называет несуществующее, существующее, понимаете? Если вы или я пытаемся осуществить что-то в своей жизни, что бы это ни было, каким-то другим способом или образом, тогда мы не делаем это подобно Богу. Мы не делаем это его путем. Именно поэтому оно недолговечно. Знаете, скажу вам откровенно, друзья, не поймите меня неправильно, мы с Гори верим в медицину, я помогу вам пойти к врачу, если это единственный способ, как я могу заставить вас во что-то поверить. Но до тех пор, пока вы исключительно некоторые спрашивают, должен ли я получить исцеление по вере или же пойти к врачу? Если вы идете к врачу, вам лучше идти к нему по вере. Если вы не ходите верой, я вам гарантирую, вы отдаете себя в руки системы, которая возникла без Бога. Бог был вовлечен в нее, но человек не планировал, чтобы Бог был вовлечен в нее целиком. Это человеческий путь избавления самого себя. Поэтому если это единственное, что вы делаете, и вы полагаетесь на это, тогда вы просто заболеваете и пытаетесь исцелиться. Заболеваете и пытаетесь поправиться. Заболеваете и пытаетесь поправиться. Заболеваете и пытаетесь, и все это время вам становится хуже. Все это время вам становится хуже. С каждым прожитым днем вы стареете, и вам становится хуже. Христиане должны умирать молодыми в преклонном возрасте. Потому что одно из наших благодеяний в 102-м псалме, это, послушайте, вы слушаете, вы конспектируете, 102-й псалом, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Я исповедую это местописание каждый день с 1988 года, когда Господь послужил и мне. И он сказал мне, твои уста делают тебя старыми. Мои люди начинают говорить слова старости еще до того, как им исполняется 30. Они говорят слова старости и просто помогают, способствуют старению. Ты способствуешь ему, содействуешь ему, работаешь с ним, просто позволяешь ему делать все, что оно хочет тебе делать. И затем он сказал, дьявол проследит за тем, чтобы ты договорил себя до смерти. Подумайте, чем он наполнит ваши уста. Напугало меня до смерти. Я чуть не умер от радости. Мои ноги просто убивают меня. Мне до смерти хочется. Это не случайность. И я узнал, что в других странах, в других частях мира, на других языках, они все говорят то же самое. Поэтому это не просто что-то, относящееся к культуре. Это дьявольская вещь. Вот что это такое. Абсолютно. Потому что именно это он и делает. Он наполняет ваши уста тем, что он хочет, чтобы произошло. Он будет разрушать вас всеми возможными путями. Но когда вы обращаетесь к системе веры, когда вы поступаете на основании Слова Божьего, и вы начинаете ходить так, как ходил этот человек, когда вы действуете согласно Слову Божьему, и тому, как Бог все это сотворил, тогда вы движетесь по направлению к лучшему. Вы постоянно, неизменно ходите верой. И вы становитесь все сильнее, сильнее и сильнее, пока Божественное здоровье не становится путем вашей жизни. Понимаете? Вы знаете, как оставаться здоровыми. Писание наполнено путями того, как продлевать вашу жизнь, давать вам хорошую жизнь, сильную жизнь и продлевать ее. Но вы этого не получите, просто сидя и плача об этом. Вы должны привести эту систему в действие, поскольку именно так оно и сотворено. Аминь. Мы сегодня далеко продвинулись. Хвала Господу. Давайте встанем и воздадим Господу хвалу и благодарение за то, чему мы сегодня научились. Аллилуйя. Благословен Господь. И вы можете видеть глазами веры. Вы можете видеть своим духовным человеком. Вы можете видеть в Слове Божьем. Бог сказал Иисусу Навину, «Размышляй над Моим Словом день и ночь». И прислушайтесь к следующим словам. «Да не отходит это слово от уст твоих, и ты будешь видеть, как исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Пребывайте в этом слове. Пребывайте в этом слове. И продолжайте видеть себя в Слове Божьем. Продолжайте видеть себя в Нем. Продолжайте видеть это слово. Продолжайте смотреть на это слово и видеть это слово. И ваш дух начнет становиться сильным, и это будет подниматься внутри вас и становиться достаточно сильным, так что ваша душа начнет течь с этим, и затем ваше сознание начнет ухватываться за это. В какой-то момент вы должны переступить через своего рода черту, которую вы для себя проводите. Я хочу научить вас, как это делать. Иисус сказал об этом так. «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вы верите, что получаете это. О, я даже не знаю, сколько раз. Я по-прежнему это делаю. Я часто это делаю. Я в буквальном смысле делаю для себя отметку на полу. Обращаясь к Слову Божьему и пребывая в нем, в этом месте Писания, которое описывает данное обетование Божье, в этом Слове от Бога. Слове Господа. Вы питаетесь им. Иисус сказал сатане, написано, написано. Но в третий раз он сказал, сказано. И вы просто пребываете и пребываете в этом, и вы будете знать. Вы оказываетесь на подобного рода собрании, и это произойдет быстрее. Когда вы находитесь там, в этом мире, иногда это занимает несколько больше времени. Однако оно будет работать. И я дам вам на этот счет место Писания. На следующих служениях. И вы будете знать. И когда настанет это время, вы скажете, хорошо, вот оно. Я советую, особенно в вопросах исцеления, когда присутствует боль, особенно когда вам сказали, что это что-то неизлечимое. В сфере духа такого понятия нет. Я вам советую, сделайте это с хлебопреломлением. Посмотрите, посмотрите, посмотрите сейчас на это. Если это крест Иисуса, и Иисус висит на нем, это место обмена. Он стал больным, чтобы я мог стать здоровым. Он стал грехом, чтобы я мог стать его праведностью. Он был изгнан из присутствия Божьего, чтобы я мог приступать к престолу благодати. Это место обмена. Его кровь. Я приступаю к Божьему столу хлебопреломления. Я приступаю к этому месту обмена. И я принимаю. И у меня есть Его Слово. Я в открытом виде кладу это местописание передо мной и перед небесами. И я принимаю от Его тела в мое тело. И я принимаю от Его крови, от Его завета. И я стою в Его крови. Ранами Его вы исцелились. И что касается небес, то эта немощь и болезнь оставили меня и находится где-то в другом месте. Ранами Его... О, Господь, так хорошо быть здоровым. Господь, я помню, когда эта боль в моей спине просто скручивала меня. И вы можете стоять там, испытывая такую боль, что у вас на глазах выступают слезы. О, я помню, каково это было. Так хорошо быть свободным от боли. Так замечательно быть свободным от боли. Это так здорово. Было. Было. А, ну, знаете, я по-прежнему испытываю боль. Интересно. Интересно, почему оно не... Ну, знаете, видите, у меня нет моего исцеления. Видите, я не получаю урожай со своей десятины, как должен был получить. Урожай со своего даяния. Вот они, моя старая немощь и болезнь. Я должен был попрать кровь Иисуса, чтобы вложить эту болезнь обратно в свои уста и солгать на истину. Это намного серьезнее, чем просто называть это и предъявлять на это права. Меня называли одним из тех, кто право сглашает что-то, называет что-то и предъявляет на что-то права. Но я говорю сейчас о том, что является очень серьезным в глазах Бога. И в послании Иакова говорится, если в вашем сердце вы имеете горечь, не лгите на истину. Держите свой рот на замке. Я проглашал это, называл это и предъявлял это права. Я получил это. Слава Богу. Но вам лучше оставаться по эту сторону креста. По эту сторону креста. Аминь. Как оно было. Вся наша христианская жизнь, она с крестом у нас за спиной. Мы пришли к этому кресту. Мы ходили этим крестом. Мы живем этим крестом. Но мы не... Помните эту старую песню? Как там пелось? «Цепляясь за старый грубый крест». Красивая старая песня. Но оно не так. О, брат Коплант, вы говорите о моей любимой песне. Что ж, не могу ничего поделать. Я тоже за него цеплялся. И он становился все грубее, грубее и грубее. Вы приходите ко кресту. Вы принимаете крест. И затем вы направляетесь к тому пустому гробу. Он больше не висит на этом кресте. Благодарение Богу за этот крест. Благодарение Богу за Иисуса. Он был распят. Но Он воскрес. Мы не сидим в том пустом гробу. Мы не сидим в той горнице. Мы выходим на улицы. Мы выходим в жизнь. Мы выходим рожденными свыше. Омытыми кровью Иисуса. Крещенными в Его духе и силе. Аллилуйя. Мы приходим к Его Слову. Мы приходим к этому кресту. Мы принимаем это хлебопреломление. И мы называем несуществующее, как существующее. Воскликните кто-нибудь. Аминь. Бог разработал путь того, как вы, я, или любой другой человек на земле, который захочет это сделать, может стать частью небесной и земной Божьей системы наград и благословений. Я могу присоединиться к могущественным благословениям Божьим, пребывающим на Билли Грэме, на Орле Робертсе или на любом другом великом пророке и апостоле Божьем, помогая им делать то, что они делают. Аминь. Бог нелицеприятен. Аллилуйя. Вы можете стать частью того, что мы с Глорией, все сотрудники нашей миссии, получаем в качестве Божьих благословений, Божьей награды, помогая нам делать эту работу. Все очень просто. Но как раз все, что делает Бог, является простым, реальным и эффективным. Отец, я молюсь за тех людей, которых Ты призываешь и к которым Ты говоришь сеять в это служение. И во имя Иисуса, я молюсь об их благословениях. Я молюсь об их небесной и земной награде за то, что они делают во имя Иисуса, чтобы помочь нам делать то, что делаем мы. Жертвуя Тебе, Господь Иисус. Мы принимаем это во имя Иисуса. Аминь. Если Господь ведет вас это делать, молитесь об этом. И действительно верьте, что Бог ведет вас это делать. Напишите нам по адресу, который вы видите на экране, и закажите наши книги. До встречи! А пока помните, что Иисус – Господь! Субтитры создавал DimaTorzok